Здравствуйте! Всех приветствуем на своем канале, всех приветствуем в нашей школе будущего. Сегодня я хочу с вами поговорить о понятии краеугольный камень. Мы должны сегодня с вами разобраться, кто же является краеугольным камнем Господь Бог или Иисус Христос. Дело в том, что вот в текстах Писаниях несколько двояко преподнесена эта тема, и поэтому мы должны сегодня внести конкретику. Я начну с тех цитат, которые подтверждают, что Иисус является камнем преткновения. Это у нас первое послание Петра, глава 2, стих 3, 4, 6, 7. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценности, для неверующих, камень, который отвергли строители, но который и сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Ну, давайте мы сначала поговорим о том, что такое краеугольный камень. Это тот камень, который кладут в основание здания, который является опорой любого здания. Здесь, конечно, речь идет не о храме каменном, здесь речь идет о нашем духовном храме, который мы должны создать, поскольку мы – это храм Бога. И основой, вот этим камнем в нас должна быть вера в единого Бога Творца. То, что здесь есть, идет об Иисусе, вот в этом тексте, это однозначно, поскольку здесь есть такая фраза, ну, Богом избранному. Но сам Иисус говорит противоположно. Я сейчас засчитаю вам эти тексты и начну я с текста из благовествования Матфея, глава 21, стих 33. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». То есть здесь есть вопрос и есть конкретный ответ. Иисус говорит о том, что камень, который отвергли строители, краеугольный камень, это и есть Господь Бог. Это от Него и дивно в очах наших. Эта фраза, она взята у нас из Псалтеря, я вам зачитаю ее немножко попозже. Но есть еще цитаты, которые подтверждают то, что вот этот краеугольный камень, это Господь Бог. И наша вера должна опираться именно на Него. Это у нас глава 7, благовествование от Матфея, 21, стих и 24. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи, исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. На каком камне? Понятно, что этим камнем является Отец Небесный, о котором он говорит, потому что каждый должен исполнять волю чью, Отца моего Небесного. Так называет Господа Бога Сам Иисус. Ну а теперь давайте мы подойдем к текстам, которые есть у нас в Ветхом Завете. Очень интересная цитата есть у Захарии, глава 3, стих 9. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Слов, и сглажу грех земли сей в один день». Что за семь очей? Я вам уже говорила, что у нас есть семь энергетических чаш или информационных чаш, мы называем их энергетическими. Дело в том, что вот семь тонких тел – это всевозможные виды взаимосвязи нашей с Богом Творцом. И, конечно, главный камень с семьей очами – это наш Бог Творец, наш Создатель, который все о нас знает. И вот благодаря вот этим очам он буквально контролирует каждое событие из нашей жизни. Ну и теперь зачитаю еще Исайю, глава 8, стих 13, 14, 15. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем предкновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Ну что, о ком здесь идет речь? О Господе Саваофе. Кто такой Господь Саваофе? Это Господь Бог. Это Бог Израилев, которого прославлял Иисус Христос. И здесь в этом тексте говорится, что он является камнем предкновения. Ну а теперь вот тот псалом, который цитирует сам Иисус. Вы знаете прекрасно, что он проповедовал, основываясь на тексты Ветхого Завета. Он очень хорошо знал Писание. Это Псалтирь, у нас 117-й Псалом Давида, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 27-й стих. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отверг для строителей, соделался главой угла. Это от Господа и езди в новочах наших. Сей день сотворил Господь». Бог Господь и осиял нас. Вот здесь уже внесена конкретика. Если в текстах Евангелия сказано «Господь осиял нас», то здесь Бог Господь осиял нас. И мы должны понимать, что это Господь Бог является краеугольным камнем. Ну а на этом всё. Я думаю, что мы разобрались с этим понятием. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok